Честно скажу, ну как? Ну да, наверное, никто всё-таки. Да, в принципе, зачем испытывать раздражение к людям? Это какие-то негативные эмоции, нафиг оно надо тратить свои нервы и эмоции на какого-то человека. Общаюсь со всеми нормально. Классные вы, особенно в роли ведущих. Спасибо большое. Стилисты есть на острове или вы сами себя красите? Мы сами себя красим. Была у нас Инга, которая приводила нас в порядок. Инга улетела. Поэтому теперь мы самостоятельно приводим себя в порядок. Повтори пучок, я пропустила. Сейчас повторю, сейчас быстренько вниз прочитаю и повторю. Покажи микрофон, который вы надеваете на шею сейчас. Ай-ай-ай. Вот так вот он выглядит, это Лёшкин. Вот такой вот передатчик. Он железный, он тяжёлый. Он прям достаточно тяжёлый. Такой можно нормально так ударить, убить. Вот такая вот штучка, проводочек от него идёт. Вот такой. И вот так на шею цепляешь. Вот так вот затягиваешь. Сейчас. Оп. Вот так затягиваешь. Вот здесь он, по идее, должен висеть. То у нас он часто вот здесь, ещё где-то. Ну вот здесь он должен висеть, короче. И всё, и вот так разговариваешь. Ну и не обращаешь на него внимания, насколько уже, блин, мы с ними ходим. Он болтается и болтается. Он вот здесь сзади крепится вот так вот на штаны. Так повесил и всё. Ну вот такой прям тяжёлый. Когда новые рецепты будут, скоро. Вы ведущий на острове или на СССР вернётесь? Только сейчас начала смотреть Дом-2. До этого времени не было. Там такая жуть на СССР. Мы ведущий на острове. Не знаем. Вот мы вообще не знаем, что будет дальше, как будет дальше. Без понятия абсолютно. Я вам говорю абсолютно честно. Если раньше ещё как-то мы знали, какие планы, в принципе. Но с учётом ситуации такой, планы вообще никакие даже не строятся на данный момент. Покажи комнату. Так. У меня кроватница отправлена. Мамы хотят приехать к нам. Нет, они не приедут к нам. Так. Так, так. А мне нравится, у тебя коса в хвосте больше, чем дулька. И когда у тебя рожки распущены, дулька приелась. Да, знаю, но на самом деле дулька это такая, скажем, вынужденная скорее мера. Потому что на самом деле очень жарко сидеть на лобном. Волосы мокнут. И просто невозможно. Они прилипают к спине. Выглядит отвратительно. Ощущения жуткие. Поэтому дулька это очень оптимальный вариант. Просто сейчас она растрепана и как бы выглядит так себе. Ну, то, что приелась, понимаю. Надо думать мне, что-то еще. Просто реально все волосы липнут. С распущенными прям жарко. О, ничего себе. Эта девочка, которая выиграла пригласительный к нам на свадьбу год назад. Она нам подарила книжку. Так, вот, мужчина с Марса, женщина с Венеры, да. Спрашивают, пригодилась ли. Да, мы книжку, я начала читать, но мы полетели же на острова. Я как раз начала ее читать буквально перед вылетом. Думала ее взять с собой. Потом подумала, ладно, через месяц вернусь и дочитаю. Но так и не дочитала, потому что мы здесь. А я дочитал. Алеша дочитал. Вон он сидит. Четыре недели читал. Он дочитал. Понравилось, спрашивает? Боже. Вот, молодец. Кто вам готовит? Я готовлю сама нам. Так, я на какие-то Арабские Эмираты вышла. В топ, видимо, Леша. Мне тут арабы пишут. Зовут или не певают? Я не понимаю этот язык, знаешь ли. Уважаемые арабы, Леша просит, чтобы писали по-русски. Так, где-то учились готовить. Вообще нигде не училась готовить. Я просто обожаю готовить. Я не знаю, что со мной. Я просто реально очень люблю готовить. Губы качала. Сколько уж назад-то лет? В апреле качала. Прошлого. Короче, это был апрель какого? То это, получается, что я два года назад губы сделала. Нет, мы не голосуем. Так. Губы не шевелятся, перебор. Ребят, это маска. Видите? А то я могу ресницы сейчас перелепить, например. Потом вот так могу сделать. У меня просто огромный прыщ вот здесь. И мне пришлось его как-то ныкать от вас. Но вот пришлось делать это с помощью маски. Она увеличивает губы. Так, мои губы. Вот. Чуть-чуть меньше все-таки. Сейчас. 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 Как убрать-то лицо? Как? Вот. Нет. Во. Нет. Как? А, вот. Вот. С маской они больше. Вот они. Без маски. Вот с маской. Вот без. Вот с маской. Увидели? Так что они не сильно большие. Итак, повторяю. Прическу. Давайте. Показываю. Как делать такую дульку. Ну, сейчас говорю еще раз. Повторюсь. Вариант так себе. Когда это все красиво. Кетчуп ела сегодня. Борис. У нас столько вкусностей приехало. М-м-м-м. В общем, у нас хвост. Из хвоста. Завязали хвост плотно прям. Из хвоста плетем косу. Но сейчас она уже некрасивая. Ладно, я сейчас переплету покажу. Пока на вопросы отвечу. Очень красивые губы. Спасибо. Сейчас покажу полностью. Вот и до. Ты что там мутишь, муж? Приветик Ростову-на-Дону. Приветик, родной мой город. Так. Обычная коса. Разделили волосы на три части. Плетем назад. Вот так. Потому что если вы заплетете вперед, назад и чуть приподнято. Таким шампунем мою волосы. Мою шампунем Даф. А бальзам у меня из Москвы мой. Короче, если мне разрешат сделать рекламу, я обязательно вам сделаю ее. Покажу, что за маска. Потому что, девочки, эта маска, честно вам скажу, ну просто пуля. Я... У меня от нее волосы, ну просто шелковые. Блин, я запуталась с косой сейчас. Секунду. Ну, наконец-то, видишь, вчера. Помолились. Сегодня буквально. Так. Вот. Плетем косу, значит. Все свои такие длинные волосы. Да ну что бы. Нарастила же перед отъездом Инга мне. Так. Вот. Доплетаем. Снизу прям плотненько плетем. Название маски. Это моя маска, которая совсем на днях уже официально я вам ее смогу представить. Я просто ее в тестовом режиме делаю. Но будет она без вариантов ресниц. Подложная разрешить рекламу, но как бы я не сама со своим Инстаграмом, если вы не в курсе. У нас же есть как бы... Моя, а ты сестра Наташи Варвиной? Вы что? Нет, конечно. Наташа Варвина потрясающая, но нет, мы с ней никак вообще не связаны абсолютно ничем. Итак, косу мы заплели. Смотрите, значит, она у нас заплетена назад. То есть у нас бугорочек здесь. Мы берем, делаем вот так вот. Раз. Вот. Поняли, да? Назад. Положили ее назад. Вот. Можно пальчиком придержать чуть-чуть. И поехали вокруг. И оплетаем вокруг вот эту всю историю. У нас получается вот такая красивая дулька. Мы ее закалываем, вот этот хвостик, сзади. Невидимочкой. Вот здесь. Хвостик. Чпоньк. При сандале хвостик остался, хвостик под косичку. Все. Дуля готова. Но ее, конечно, лучше сделать... Вот я сейчас без зеркала, я, конечно, в камеру смотрюсь. Чуть-чуть вот так вот попышнее. Так как это косичка, как раз-таки вы можете вытащить что-то. И ничего лишнего торчать не будет. Вот. Ну, блин, я сейчас, конечно, так вытащила. В общем, вы поняли. Если вот здесь неровности, так как это опять-таки косичка, у вас есть откуда вытащить и выровнять. Вот. Ну, сейчас она подвижная. Я ее, когда плотно заплетаю, у меня вон отлетела невидимка. Сейчас покажу. И она, видите, прикольно так объемно смотрится. Так, вот. Все. Все. Вот, закололи. Плотная. Никуда не убегает. Никуда не исчезает. У кого волосы очень густые, можно сверху взять. Вот прям берете обычную резинку, тоненькую. Блин, у меня нет под рукой. Обычно берете резиночку тоненькую, вот так вот вниз натягиваете. И просто вот здесь она у вас сама закрывается. Ну, поняли, да? Или не поняли. Показать? Сейчас покажу, короче. Это же надо встать, показать. Сейчас. Вот. Ой. Вот, вот такую вот резиночку берете. Сейчас. Вот такую. Вот обычную. Берем вот так вот ее растягиваем. Вот сюда надеваем. И прямо под основание ее отпускаем. И все. И она будет держать все вылетающие детали. Вообще, посмотрите. Она никуда не шевелится, эта дуля. А сколько обычно спать ложитесь? Вы же теперь постоянно ведете? Высыпаться надо. Точно на корону сейчас похоже. Спать ложимся обычно часа в три, два, два, три, где-то так. Но мы не высыпаемся, естественно. Мы спим немножечко, все же идем иногда. Ну, то есть не всегда получается, но иногда спим. Приветики, приветики. Так. Можно ли ВЛС задать вопрос насчет отношений с семьей? У меня есть такие проблемы. Слушай, ну ты задай, я тебе попробую ответить. Просто даже нужно... Вот смотри, когда я, например, отвечаю в сторис, да, я могу в целом ситуацию обрисовать, там в 15 секунд вложиться и высказать мнение свое насчет такой ситуации и как мне вообще лучше бы поступить, да. Когда разбирать там лично, это очень-очень-очень много всяких аспектов, моментов и так далее. Нужно общаться и там, типа, выяснять. Просто если там какая-то прям реально сложная ситуация, то, может быть, стоит к психологу даже обратиться. Проф-шампунем я не мою голову. У меня только проф-маск, бальзам. Мою же, заметь, пожалуйста, если вы участники рекламируете какие-либо магазины одежды, какая вероятность того, что это мошенники? Ну, смотрите, я не могу говорить за всех, да. Я могу сказать за себя. Я всегда проверяю то, что я рекламирую. И я никогда не рекламирую мошенников. Я вообще считаю, что вот эта вся история с... Господи, как это называется-то? Я забыла даже слово есть какое-то. В общем, которые вот эти заработки какие-то гениальные просто. Ты там просто зайди, получишь тонну миллиардов долларов. Я не понимаю, как, честно, это можно рекламировать. Ну, это же развод. Люди же просто платят деньги и ничего не получают. Я вот очень против этого. Где муж? Вот, сейчас пошел душ. Губы не качаю, маска эта, маска вот. Вон мои губы. Без маски. Вот они. С маской больше. А, конечно, я тут лучше, чем в телеке. Я тут с маской красивой. Кстати, я вам, знаете, хочу что рассказать. Я сейчас готовлю для вас прикольный, очень интересный проект. Я пишу марафон. Пишу его сама. Искала себе помощника, который сможет, может быть, поделиться опытом. Потому что марафон я еще никогда не писала. Это мой первый опыт вообще, в принципе. Мне достаточно сложно. Я честно вам скажу. Мне реально сложно. Я не могу собрать все мысли в кучу. Не могу понять, что важно, что не важно. Как правильно построить всю систему этого марафона. Но я над ним очень активно работаю. И поэтому скоро, совсем скоро я презентую вам свой проект. Вы сможете поучаствовать в этом марафоне. Так что я буду вас ждать. И будет все очень, я надеюсь, круто. Что марафон будет об уверенности в себе. О любви к себе. И о том, как создавать счастливые отношения. И почему женщина все-таки ключевой момент. Даже не момент. А ключ к успеху счастливых отношений. Вот как я даже скажу. Женщина это действительно ключ к успеху счастливых отношений. И ее поведение. Потому что мужик, как бы они там, нет. Но мужчина, на самом деле, его поведение, его отношение к вам полностью зависит от вашего отношения к нему. Это не значит, что надо ему вот так вот прислуживать. Или смотреть на него сверху вниз. Говорят, ах ты такой неправ. Нужно быть всегда наравне. И я вас научу, как это правильно делать. Что-что, сестра обиделась на то, что я не сразу сказала поздравляю с беременностью. Просто это было неожиданно произнесено. Что-то, просто поговорите с сестрой и просто объясните, что это было для вас неожиданностью. Что не нужно вас как-то, на вас обижаться. Вы что, очень рады и так далее. Ты читаешь, что тебе пишут? Да, я, кстати, читаю, что мне пишут. Не всегда бывает, ну, я вам даже честно скажу, что у меня практически не бывает времени, чтобы отвечать всем. Да, я бывает там в комментариях кому-то отвечу. Бывает, если там действительно что-то прям такое глобальное отвечу в директе. Но очень много сообщений в директе. Ну, вот честно. Привет, как дела? А потом мне эти люди пишут. А, ты не отвечаешь? Зазналась, ладно. Отписка. Ну, ребят, как бы, ну, на привет, как дела? Простите, я не отвечу вам в директе, потому что таких сообщений у меня реально тонны. Домашние животные у нас на острове, ну, курочки только. Маль, объясните, Руслан, что в отношении с девушкой он нужный и навязчивый, поэтому им не нравится. Объясняли мы ему все это, он... Ну, вот смотрите, сейчас Кристина, например, все устраивает, Крис. В Москве я делала лазерную эпиляцию. Вот вижу вопрос про лазер или шугаринг. В Москве я делаю всегда лазер. Пару раз делала шугаринг, потому что, например, там, ну, что-то не успевала доехать до лазера или еще что-то, надо было срочно. И надо было надолго, вот что я помню. А короче, короче, вообще, в принципе, я за лазер. Но здесь, здесь ни того, нет. Ну, лазера здесь нет. Почему не отвечаешь, когда пишут в директ? Ну, я не всегда читаю, не успеваю читать все сообщения. Я же говорю, вот, например, на сообщение «Привет, как дела?», но я не вижу честного смысла отвечать. Ну, напишу «Привет, хорошо», а дальше-то что? Чем занимаетесь в выходные дни? У нас выходных нет. Какое образование у тебя? У меня образование высшее. Я закончила таможенную академию, закончила юридический факультет по специальности уголовное дело. Уголовное право, господи, дело. Уголовное право. УПД просто. У меня кафедра была УПД. Уголовное право. Это право и дисциплины. Я уголовное дело. Просто написала сестра, что я ей завидую, поэтому я обиделась. Ну, слушайте, объясните, что вы своей сестре не завидуете. Ну, просто надо с ней поговорить по-человечески. Поймите еще, у нее гормоны. Майя, поделись опытом. Надо мужика слушать или самой башкой думать. Вопросик, кто точно беременна? Так, ну вот эти вот вопросы про беременную, кстати, я тоже, их тоже тонны в директе. Я просто их удаляю. Я вам честно говорю. Пора понять, что это неприлично, во-первых, задавать такие вопросы. А во-вторых, даже если бы я была беременна, ну, как вы думаете, то есть я бы такая вот еще нигде не сообщила, а вам такая, да, знаете, класс. Ну, серьезно. Ну, я бы сначала, вот, я бы всем рассказала, потом бы вам и вопросов не пришлось задавать. Есть там домашние животные. У нас только курицы. Утренний уход за лицом? Проснуться. Честно говоря, сколько раз пробовала начать утро с того, чтобы делать массажи расслабляющие, знаете, вот эта вся история. Ну, что-то так у меня и не получается. Я просыпаюсь и думаю, о-о-о-о, так, надо прийти в себя. Нет, я не половину игнорю. Просто привет, как дела, и ты беременна? Ну, вот честно. Почему ты не работаешь по специальности? Потому что у меня всегда было такое противоречие внутреннее. Я училась, считайте, в таком серьезном заведении у меня, и военная там физкультура была очень жесткая, да, как бы. И училась в серьезном заведении, работала в следственном комитете, параллельно танцевала хип-хоп и играла в КВН. Ну, то есть, понимаете, да, как бы у меня вообще такой разброс нормальный всегда был. И поэтому я всегда металась, типа, хочу я работать на серьезной работе или хочу пойти работать... У меня даже было это перед поступлением. То есть я думала такая, пойти учиться на юриста, куда я очень сильно хотела, или пойти учиться на пиар и связи с общественностью, куда я тоже очень сильно хотела, или пойти учиться на журфак. Ну, то есть меня вот так вот метало в разные стороны, поэтому я, в общем-то, получила серьезное, нормальное человеческое образование. Юридическое мне очень полезно в жизни. А потом я уже начала работать немножечко в другой сфере. И здесь я вам хочу сказать, на Доме-2, вот меня вот так метало-метало, а я вам, знаете, что скажу на Доме-2, когда я пришла, мне почему с первого дня на нем понравилось, ну, почему у меня там никогда не было, там, таких вот криков, там, я ухожу, или еще чего-то. Мне нравится на Доме-2, потому что здесь я могу совмещать. И считайте, вот это та самая, там, пиар-связи с общественностью, какие-то, как журналист можно брать интервью, считай, каждый диалог с человеком это интервью, разные люди, разные истории, все это интересно послушать, какое-то общение постоянное, какие-то конкурсы, это веселье, там, всякие конкурсы, я имею в виду, вот такие веселые, которые каждый день проходят, да. Танцы, шманцы, там, все дела, да, я тоже раньше, как бы, танцевала, сейчас я так уже, мне не интересно особо с танцами, с этими. И, конечно же, вот то, что я работала в Следственном комитете, идут расследования просто ежедневно, только расследуются ситуации жизненные. Так что вот так. Ребят, много очень вопросов про ситуацию Ильи и Алены, честно, комментировать не хочу, потому что я не знаю всю ситуацию от и до. С Богданом Леша через Алену, ну, как бы, не со самим Богданом, просто узнает у Алены, там, у Татьяны Владимировны, мы с ними на связи. Так, все, ребятчики, наверное, пойду.